В феврале мы запланировали поездку на горнолыжный курорт Ульбрус, который находится в поселке Терскол, Кабардино-Балкарии. Загрузили все наше снаряжение в багажник, приготовили с собой в дорогу еду и выехали утром из Белгорода. А вот и бургеры в дорогу. Не могли не снять перекресток в Росоши, который мы проезжаем каждый раз, когда едем на юг. Он, наверное, есть в каждом нашем видео. Прямо 66 километров. Уже традиционно по мере движения в сторону юга дорога становилась суше, а температура воздуха теплее. Но хотя мы и выехали на чистой машине, за несколько сотен километров сырой дороги фары и стекла стали грязными. На трассе М4 постоянно ведутся ремонтные работы. И навигатор нам предложил объехать участок трассы через Новочеркасск, где мы заехали на мойку. Все, запенялись. Заехали в Новочеркасск помыть машину, потому что очень грязная. После 11 часов в дороге обязательно надо передохнуть. Надо передохнуть и задрать ноги повыше. Прекрами на дороге никого нет. Вот этот товарищ даже сегодня не завтракал и не обедал. Вообще-то, все часов залезли. Не просыпался. Вот такая пустая дорога. Это что у тебя, ужин? Бургер просто. Просто бургер? Прикольно. И чаек. И скатерть, да, на коленках? Да. Ну ладно, кушай. А мы едем в горы в зиму. Но почему-то здесь зеленые поля. Интересно как. Ну что, доехали до Торскола. Это 15 с половиной часов получается. Вот. И так все нормально. Без приколов. Приколы все внутри. Идем к нашему домику. Вот он находится справа. Желтенький вот тот. Здесь такие сосны какие-то. А приколы в том, что место, которое мы забронировали, хостел или отель, как угодно можно называть, нам очень не понравилось. И мы, переночевав там первую ночь, начали искать альтернативные варианты жилья через разные источники. И сразу нашли гостевой дом, который, как оказалось, был совсем недалеко от этого места. Утром сходили туда и договорились с хозяевами. Этот трехэтажный гостевой дом называется «Три брата». «Сутки проживания», в котором нам стоили 5000 рублей. Что довольно неплохо. Так как в сезон цены на подобное жилье обычно выше. Идет такой прикольный, да, Светлана? На территории дома есть несколько беседок и мангальная зона. И хотя зимой не очень удобно всем этим пользоваться, однако была одна компания, которая вечером жарила что-то на мангале. Насколько я понял, дом построен совсем недавно, пару лет. И, наверное, прилегающая территория еще не полностью облагорожена. Хотя в целом тут уютно, так как это тупичок и нет сквозного проезда для автомобилей. Такой холм. Жили мы на третьем этаже трехэтажного дома. Обычный номер с четырьмя кроватями и туалетом с душевой. Из недостатков можно отметить, что очень слабая шумоизоляция между комнатами. По всей видимости, она состоит только из деревянной перегородки. Но из окна был очень красивый вид. Вот. Дом находится в лесу. Такие вот высокие сосны. А рядом течет река. Гора Баши называется. Река такая маленькая, но очень такая бурная, не замерзает зимой. Вот такой вот вид. Это наш номер. Выходим. Выходим. Из нашего жилища. Сейчас поедем на гору кататься. Погодка очень хорошая. Солнечно. Сразу одеваем ботинки. Ну, они одевают. Я не одеваю, потому что... Потому что мне сюда ехать надо, да? Вот. И сейчас поедем на поляну. В общем, покажем, как там, где паркуемся. Так, как от нашего дома. Покажем дорогу до... По-моему, поляна в зал. Проезжаем через речку Гора Баши, которую я уже показывал. На улице плюс четыре показывает. Так, тут машина какая-то есть. Сейчас пропустим. О, тут уже прямо отсюда, на борде. Да, конечно, так себе. Ну, и неудобно едем. Дороги узкие. Она хотела тут уже просто поехать. А с самого низа тут все-таки, ну, как бы, сборочки. Справа вот этот хостел. Это, ну, хостел или гостевой дом, не знаю. В общем, куда нам жилье. Мы шли, мы попросили человека. Мы отсюда заехали, одну ночь переночевали, уехали отсюда. Потому что... И очень-то комфортно было. И очень-то комфортно было. так получилось ровно три километра от нашего отеля до поляны азару здесь уже стартуют все подъемники и тут мы уже будем сейчас искать место парковки обычно мы доезжаем до самого конца дороги до шлагбаума там все выходят мои пассажиры а я чуть-чуть спускаюсь вниз сейчас покажу место и там ну парковался там всегда парковка здесь везде примерно одинаковые 200 рублей и чем выше соответственно паркурса тем меньше едем до самого верха короче тут такой затор с этими парковками самая верхняя парковка которую я нашел с парковками на эльбрусе печаль их вроде много и все они платные но они все полны может так совпало что мы были с 18 по 23 февраля и поэтому было много людей а может там всегда помню что в грузии в гудауре тоже были сложности с нормальным паркингом чтобы поближе к подъемникам и тут также в итоге был случай что я искал место парковки ну где-то минут 20-25 на бывали что и сразу приезжал занимал свободное место да уж тут конечно с парковкой вообще засада пока не могу найти себе место куда приткнуться и стороны тоже все что заняты все заставлены запарковался тут сразу закрыли мне сказали что до четырех уберут мы тут до четырех катаемся все отсюда пешочком сейчас про скипасы первый раз их нужно купить в кассе и далее можно уже не стоять в очереди а просто оплачивать при помощи qr-кода на скипасе и смартфона любой тариф который вам нужен но мы каждый день покупали вторую половину дня с 12 до 16 часов для взрослого это стоило 1350 рублей для ребенка софии мы брали за 850 рублей но для ребенка просят свидетельство о рождении при покупке скипаса в кассе принципе в кассах народу немного но привычнее было оплачивать тариф через смартфон скипас начинает работать сразу же после оплаты задержек нет вообще по поводу связи у нас мтс и теле 2 и проблем со связью не наблюдалось исправно работает 3g 4g на всех склонах бесплатного вай фай на горе не видел хотя и не нуждался в нем давай на тормозах спускайся сонь вон там уже подъемники стартуют давай съедем чуть-чуть и все все устало поехали давай потихонечку на тормозах лежать в принципе крутой соня нашла вот такой способ скатываться с горы потому что на лыжах она с такого спуска теряла сейчас привезу поднялись на гора баши здесь обычно всегда холодно прогноз погоды даже смотришь здесь там минус 13 внизу минус 7 но здесь и чувствуется так морозно ты чё тут отдыхаешь отдыхаешь отсюда скатываются здесь красная трасса сложная наверное здесь скоростная получается отсюда поедет на подъемники потому что не будут рисковать короче мы поехали с горы баши с 3 800 зданий вдвоем на не решил тоже прокатиться ничего сейчас может быть раскатается до самого низа съедем с ним вот мне принципе нормально здесь здесь наверху что два давай вспоминай поворачивать как давно не катался уже поэтому все подзабыл сейчас едем нормально будет давай потихонечку с поворотиками с тормозами массаж ног перед перед спуском только один спортсмен у нас форме чтобы набираются спускался где устал конечно спустилась в такой горы ничего себе все это мы не спустились а как же мы поднимаемся спустились я хочу великим мастерам спорта не просто что давайте опыт не пропьешь все все поехал давай вон там мама выходит уже с соней вон с той кабинке вон они давно не видно вот видно вот сонева привет мы тут зданий сейчас они поедут вниз мы тоже поедем вниз погнали команда супер спортсменов даня какая мощь как он разгоняется вы посмотрите несется как ястрик поехали за ним возьмем у него интервью как он проехал такой крутой вон наши спортсмены вон они прикольно он еще и машет а вон данник вот они машут руками не знаю видно 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 хотя леса не такое редкое животное но было необычно встретить ее прямо на горе причем по своему поведению не скажешь что она тут гость гости для нее похоже мы вообще не парится прикольно а мы пойдем дальше что присел отдыхаешь нет нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходим. Но мир так людей и не убазалось. Много очень людей. То есть стоять в очереди не будем. Что в очереди? Не знаю. Поедем опять вниз. Туда. Все, поедем вниз опять. Давай вперед. А тут на переходе стоим. Между станциями. Молодец. Хорошо. Отлично. О, пошел. О, пошел. Это попадание было. Все нормально? Нормально все? Ничего. Снимает. Тихо, тихо, тормози. Что случилось-то? Я его запомнил. Подведал тебя, что ли? Да. Ты очень быстро проехал. Я за тобой. Пришлось. Пока. Юху. Нормально. Все, погнали дальше. Ну, поедем туда вниз. Вот такой вид. Горы. Прямые. Поднялись на станцию Кругозор Это по сути первая остановка от Азал И вот переход на подъемник, который едет на станцию Мир Вот такая большая очередь Это потому, что в воскресенье очень много местного народа приезжает Ну и плюс туристы Но в другие дни там будние Поменьше, конечно Очередь снимаю, вон какая большая Решили отдохнуть немножко Съехали со склона с Горобаши И перекусываем Там какая-то... Не, я не хочу А вон оттуда съезжали У нас тут рядом мечеть И вот совсем недавно Недавно было слышно молитву Прям громко так Соня подумала, что это леший из леса Там как раз дядька какой-то шел с фонариком Но мы ее успокоили Каждый день по вечерам мы выходили на улицу и гуляли Ходили по разным местным магазинчикам Покупали продукты и местные сувениры Вещи и другие самобытные предметы Погода всегда была хорошей Без ветра Поэтому вечерние прогулки перед сном А тем более на чистом воздухе На высоте 2150 метров над уровнем моря Были нашим ежедневным занятием Заодно и познакомились с местными товарами и ценами Цены, как нам показалось, здесь невысокие Взяли разные чайные сборы Которые сейчас иногда завариваем дома Поселок сам по себе небольшой И на улицах вечером тихо и спокойно За все время ни разу не встретили Какой-нибудь шум или громкую компанию Такие очень вкусные Такие очень вкусные Такие хорошие С этим С этим Ой, а вот ухи Это для малышей София, смотри, тут сейчас отвалится вот это Я хочу такие щебенуть А уехать еще А вот эти баяшки Заехали в тропе Что вы тут позаказывали уже? Я взяла греческий салат и солянный Понял А я, получается, взяла только Ну, сейчас Ну, сейчас Ну, ладно, лучше Сейчас подождем Принесу, тогда посмотрим А ты что там заказал? Я заказал Белый Орел Это на второе А на первое Лагман А что такое Белый Орел? Какое-то блюдо там с куриной грудкой Понятно Ну, что тебе принесли уже? Солянку Солянку? Да, мне лагман принесли Сейчас воду есть А Даня там Ух ты Манты прикольные Приятного аппетита Вот Даня принесли Цезарь с креветками Наверное, вкусно, да, Даня? Угу А мне он даже Оставил попробовать Манты А вот еще Соне принесли Греческий салат Картошку фри С сырным соусом Вкусно Вкусно? Тебе нравится? Наверное, вкусно А это мне привезли Говядину какую-то По-царски А мне принесли Белый орел Вот такое вот блюдо С куриной грудкой Наверное, вкусно будет Да, возможно Угу Ну все, будем сейчас пробовать За все пять дней Нашего катания Погода не подводила Всегда было ясно И не было снегопадов В горах зимой Мы разным составом Бывали несколько раз В том числе На Карпатах Эльбруси, Дамбая И трижды в Гудаури И в большинстве случаев С погодой нам везло Поднялись на станцию Горобаши Выше облако Облако там внизу А мы Поднялись выше Тут солнышко Засвечивает Будем сейчас спускаться вниз Как раз это облако И проедем Как делишки? Нормально Ну и все Начинаем спуск по трассе Например, в позапрошлом году Мы забронировали отель в Гудаури А снег так и не выпал К тому моменту Пришлось полностью отменить поездку А бывало и наоборот Что находясь на том же курорте В Грузии Погода в горах Портилась за несколько часов так Что дорога в сторону России Закрывалась И мы выезжали в сторону Тбилиси Чтобы провести там время А не сидеть внутри закрытого курорта Но пока ехали в сторону Тбилиси Узнали, что дорогу открыли И мы быстро развернулись В обратном направлении И успели проскочить Из Грузии в Россию Нормально Вон, слепнулось Все Тоня, все нормально? Куда ты улетела? Спасибо Мы это Рыскнул Ставимся Спасибо Что, упала? Налетела тут как-то Я хотела Такую груз А он А он сел Я не могла Вылететь Ничего себе Она прямиком проскочила Всю эту трассу Давай выходи А где лыжа-то вторая? Одна, вон вторая Становились на маленький Перекур У меня максимальная скорость 278 Ты взятие Жорстно Ты летаешь 6,7,3,9 Есть арбуз Из лаки На, арбуз На, арбуз Потом Ладно Я вот эту Возьму А вон едет А Соня Чуть-чуть Отстает Мы ее вгоняем И она нас потом догоняет Или вперед И отпускаем А потом ее догоняем Вон так скатываемся Эльбрус На котором я катался 8 лет назад Отличается от того Который сейчас Достроена новая Канатная очередь Тагарабаши Которой тогда не было На нее завозили Только на ратраках За дополнительную плату А это уже 3847 метров Над уровнем моря Что является Самой высокой точкой В России Куда завозят На подъемниках Существующие трассы Немного расширились Появились ответвления Раньше это выглядело Как одна трасса Сверху донизу С возможностью Выезда за ее пределы В снег Который не раскатывают Ратраками Сейчас уже заметны Попытки расширить Зоны катания Появилось множество Мелких подготовленных Ответлений Но хотелось бы Конечно Больше вариантов Спусков И отдельных Независимых Друг от друга Трасс Потому как Кататься тут Новичкам Попросту негде Нижняя зеленая Трасса Конечно Существует на карте Но чтобы добраться До нее Нужно съехать По более сложному Участку Да и в целом Протяженность Этой зеленой Трассы Маленькая Прямо сейчас Я ее проезжаю Это зеленая Трасса Легкого уровня Видно Что это Короткий участок Такого уровня Трасс Много было На Карпатах В Буковеле Где я катался В 13 году Их называли Лягушатниками Там всегда было Много взрослых И детей Я считаю Что наличие Именно таких Трасс Способствует Развитию курорта И привлекает Тех людей Которые только Начинают кататься С этим Определенные Есть трудности На приэльбрусье Чуть-чуть Покатались Теперь Можно чуть-чуть Перекусить Что-то тут Нету внизу Никаких Этих самых Лавочек Может там Где-то и есть Вот я вижу Там возле проката Но не хочу Туда идти Вот А ближе Нету Ничего Поэтому Тут Такого подъема Йогурт Перекусим И дальше Поедем Содевай маску Маску Че не надеваешь Ира и София По большей части Катались С Горобаши До станции Мир Там была Оптимальная Для них По конфигурации Трассы И хотя На карте Она отмечена Как красная И даже не синяя Но там Там была Проблема В очередях На подъемник Каждый раз Приходилось Стоять В очереди Иногда Это занимало До 20-30 минут Что не очень радует Мы с Данилом Катались Везде Но чаще С Кругозора До Азау Так как На нижнем подъемнике Обычно Не было очередей Ну и минус Был в том Что эту трассу Мы уже изучили Вдоль и поперек К концу дня Мы поднимались На самый верх И спускались Оттуда До самого низа Если в целом Сказать Про Эльбрус В 22-м году Ну видно Что курорт Развивается Стало больше Людей Цены Тоже стали Выше Ввели Возможность Электронной Облаты Скипасов Мне лично Нравится Гибкость Скипасов Есть возможность Покупать На полдня Это достаточно Удобно Появилось Несколько Кафе Как на самих Склонов Так и внизу На поляне Азау Да и в Терсколе А если сравнивать Все курорты Где мы были То в топе Гудаури Количество Разнообразных Траст Там было Выше всего Нура Ну что Как самочувствие Ты спускалась Нас ровно 53 минуты Спускалась 3 845 До Сюда Я не знаю Сколько Это 2000 Почти целый час Ехала Нормально Доехала Все Все в порядке Лыжи Ладно Пойдем Машины Грузиться Ну что Снеговичок Накаталась 21 февраля Хорошо покатались Завтра Последний день Могода Подпортилась Снег пошел Ну в принципе Как Ветер не сильный Но Глазно Что снег пошел Главное Что завтра Тища роботов Когда снег идет Да И когда ветер Говорят Что Отключают Эти подъемники Да Ну да Говорят На горобаши Могут Это Не пускать Пришли в кафе Опять покушать Заказали Вот мясо По-балкарски Фирменное Фирменное блюдо Ну Он Лех Лех Еще заказал Супчик Там себе Какой-то Густой Ну я не знаю Как он будет Есть Вот такую Тарелку Придется Сейчас Опять Помогать Всем Налетайте А я Сейчас Налечу А вот Мне принесли Мясо По-венским Даня Афина Очень С виду Похожи Но внутри Наверное Разные Да Они совсем Разные Внутри У Дани Курица Чем С сыром И с картошкой А у меня Даже не помню Что у меня Говядина По-моему Софии Принесли Летний Салатик Вот Она мне Помогает Есть Мое мясо По-венски Подъели Уже мясо По-балкарски А нам Принесли Еще Новое Блюдо Чанархи Смотри Как выглядит Прикольно Гершочек Очень горячий А внутри Горядина Я не знаю Что тут Еще Подожди Давай Давай посмотрим Что там Внутри Форма Но очень Красиво Конечно А там Где-то Черная Дыра Я вообще Не вижу Ничего Ну там В общем А все Я вижу Там Типа Такой Суп Смотри А это Хлеб Сверх Да Это просто Хлеб Запекли Так Красиво Суп С овощами Получается И говядина Там Перец Вот я смотрю Кабачки Наверное Ну давай Пробой Перекусили И нам Принесли Еще Пицца Да Пицца Это Я даже Не знаю Как С чем Я сравнить Но это Просто Какой-то Гигант Ну Вообще Это Даня На Пицце И Он Сказал Что Он Ее Съезд И Он Съезд Да Даня Ну Налетайте А Еще Нам Принесли Хычин И Чай Сейчас Мы Его Тоже Попробуем Да Не знаю Попробуем Может быть С собой Соберем Лучше Наверное Забрать С собой Такую Хычину На этом Наша Поездка Подошла К концу 23 февраля Мы Выехали Домой Скажу Еще Пару Слов Про Кафе Оно Называется Эльбрусия Возможно Их Там Несколько И Это Сеть Но Может Я Ошибаюсь Увидел Это Кафе У Блогера Который Его Расхваливало И Решили Туда Сходить И Получилось Что Дважды Там Были И Очень Довольны Кормят Очень Вкусно Утром Температура Была 7 Градусов Тепла Но При Подъезде К Минеральным Водам Температура Упала До Одного Градуса И Был Виден Хороший Туман Но В целом Доехали Без Приключений Купили Себе Транспорды Чтобы Быстрее Проезжать Ну Вот И Что Интересно У нас Машина Получается А сверху Бокс Стоит Вот И Получается Высота Ну Больше Чем Двадцать Или Сколько Там В общем Короче Попадает Во второй Класс Получается Такой Высотой Вот Мы Когда туда Ехали У нас Один Автоматически Засчитал Что Класс Два А Второй Участок Я считал Что Класс Один В итоге И тот Класс 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 2 Потом Через На следующий День Сделал Перерасчет И уменьшил В общем Считается Что Это Класс 1 Даже С автомобильным Боксом То есть Там Как бы Автоматические Датчики Наверное Считывают Но Все равно Как-то Пересчитывают Считается Что Это До Двух Метра Машина Вот Так Вот Прошлый Раз Прошлый Расск Проехали Нам опять второй класс автоматически выставился Сейчас посмотрим, какой будет Так, вот йоту скорость 50 45, 40 И вот на 20 Второй класс опять выставился Посмотрим, пересчитает или не пересчитает программа Но это уже завтра, наверное, будет понятно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok